Так, у нас следующий доклад, это информация от учебного центра САП СНГ. Несколько мы задержались с всего начала, но я думаю, что девушки нас просят, потому что нам было очень важно именно технические детали проговорить. Итак, коллеги из учебного центра, вы здесь? А, все, вам слово. Всем добрый день. Коллеги, добрый день. Мы очень рады видеть вас на очном мероприятии, а также выступать для тех, кто подключился к нам дистанционно. Для начала предлагаем познакомиться. Меня зовут Ирина. Меня зовут Мария, и мы представляем учебный центр САП. Насколько нам известно, перед нами сегодня собрались опытные специалисты, которые уже знакомы с нашими решениями, сервисами, опциями, поэтому мы не будем углубляться в детали, и мы сконцентрируемся на наших новинках и немножко вам напомним, если кто-то забыл или кто-то не знал, что у нас есть, чуть-чуть вам расскажем. На слайде... Да, только он что-то не работает в ту сторону, да. На слайде представлено было краткое содержание того, о чем мы сегодня будем говорить, и сейчас мы сосредоточимся на основных моментах. Для начала мы хотели бы немного рассказать все-таки о том, почему же обучение важно. Конечно, об этом можно говорить бесконечно много, но у нас не так много времени, поэтому в двух словах. Глобальное исследование IDC, в ходе которого было опрошено более тысячи клиентов САП, показало, что если удвоить объем непрерывного обучения на 10%, то можно сократить время развертывания системы аж до двух месяцев. Плюс компании, в которых есть хорошо обученные сотрудники, быстрее видят ценности решений САП, новые перспективы. На слайде мы оставили ссылку на это исследование. Если вдруг вы захотите ознакомиться подробнее, то вот оно здесь. Когда вы получите материалы, то сможете пролистать. Да, также мы хотели вам вкратце рассказать о наших сервисах и решениях. Чуть-чуть, чтобы вспомнить, что у нас есть, или узнать об этом. Да, традиционные сервисы и решения для обучения САП делятся на три основных блока. Вместе они позволяют выстроить непрерывный цикл обучения. Эти блоки охватывают разные задачи, ресурсы, особенности восприятия, количество участников и конкретные цели. Первый блок — это программные решения. Они позволяют нам предложить обучение для большого числа пользователей на проектах. С помощью них мы можем разрабатывать учебную документацию, а также организовывать контекстные подсказки прямо в системе. Это нам позволяет сделать САП Enable Now. Также у нас есть обширная библиотека знаний САП Learning Hub. Вторым блоком является консалтинг в области обучения. Здесь мы можем выстроить стратегию обучения в компании, определить потребности вообще в этом обучении. Мы проводим аттестации и определяем, какие компетенции САП есть у сотрудников. И третий блок — это обучение с тренером и сертификация. Сегодня мы остановимся на этом блоке, потому что мы с Ирой ответственны именно за эту часть. Предлагаю начать с сертификации и понять, почему же она так важна. Да, почему мы начинаем именно с сертификации? Потому что к нам все чаще поступают запросы от наших клиентов и партнеров именно на построение программы обучения не по семинарам, а с конечной целью сертифицироваться. Потому что, как всем известно, именно сертификация является таким показателем компетенции, высокого уровня навыков специалистов, поэтому на рынке это очень высоко ценится. Да, если вы же все-таки решили сертифицироваться, то у нас есть три варианта, как это можно сделать. Первый — это классический способ. Вы можете прийти к нам в учебный центр, соответственно, сдать экзамен. На протяжении экзамена вас будет поддерживать русскоязычный проктор, и у вас будет возможность пользоваться словарем. Обращаем ваше внимание, что сейчас эту опцию мы проводим только по запросу. Пандемия сделала свое. Да, и второй вариант — это Certification Hub, сертификация в Клауде. И там она делится на целых два варианта, потому что есть две подписки. Это SER 006 и SER 001. Схожи они тем, что вам предоставляется доступ на 12 месяцев. В любое удобное для вас время, даже в выходные дни, вы можете сдать экзамен. Отличаются они тем, что SER 006 включает шесть попыток сертификации. При этом вы можете потратить три попытки на одну сертификацию, если вдруг у вас не получилось сдать с первого раза. Ну, или сдать шесть независимых друг от друга экзаменов. А Certification Hub включает одну попытку, например, на случай, если вам так много не нужно, вы максимально уверены в своих силах, и все классно. Также из нового у нас появились сертификационные бейджи. Вы можете выгружать их из Supply Hub после успешной сдачи сертификации и загружать их в соцсети, хвастаться тем, что вы классный сертифицированный специалист. На данный момент SAP предлагает более 150 сертификационных тестов от уровня США до Professional, описание вы можете видеть на слайде. Сертификация проводится на девяти языках. На слайде мы оставили сертификации по темам PO, ABAP, по Cloud Platform, Fiori и GRC. Возможно, именно эти темы будут вам интересны, мы надеемся. Да, и дальше, когда мы поняли, какие есть сертификации, как можно сдавать экзамены, мы, естественно, задаемся с вопросом, как можно к ним подготовиться. На слайде мы оставили трек подготовки к сертификации по SAP PIPO. Как вы видите, это короткий путь, он включает в себя всего три семинара, которые займут вас по длительности 11 дней. То есть не так уж и много, в принципе, 11 дней, и все, вы готовы. Про следующий вариант я расскажу вам на примере ABAP программирования. Сейчас вы поймете, почему. Этот вариант включает в себя один семинар, который длится четыре дня, и три академии, одна из которых доступна только в электронном формате. Весь путь займет у вас 34 дня. Если бы я не была специалистом учебного центра SAP, то, естественно, я бы задалась вопросом, а что, если у меня нет 34 дней подряд, чтобы я могла подготовиться к сертификации? И если это короткий путь, то какой длинный, есть ли он вообще, и как мне, в принципе, выбрать путь обучения, и достаточно мне будет этих семинаров, академии для того, чтобы я была классным сертифицированным специалистом. Есть также другой вариант, о котором нам сейчас расскажет Мария и продемонстрирует его. Сейчас мы вам продемонстрируем, как найти инструмент SAP Learning Journey. Мы переходим на наш основной сайт SAP Training and Adoption и переходим в раздел «Дополнительные ресурсы». Здесь мы можем найти ссылку как раз-таки на этот инструмент. Давайте перейдем на него. Как вы видите, у нас здесь сразу доступно несколько треков обучения. Мы можем их выбрать по определенной категории продукта. Вот как пример. Также мы можем выбрать обучение по ролям, разработчик, администратор, в зависимости от системы, которая вам необходима. Также с помощью этой тулы мы можем искать обучение по ключевым словам. Перейдем сейчас в вкладку «Трека обучения для разработчиков». Как вы можете видеть, здесь довольно большая дорожная карта обучения. Как вам с нуля обучаться до момента сертификации. Либо также вы здесь можете видеть альтернативу, как ранее рассказывала Ирина. Обучиться можно по короткому пути с помощью Академии. Также здесь вы можете с помощью SAP Learning Journey искать, например, обучение по нашим кодам семинаров. У нас есть наш локализованный PDF-файл, где вы можете по модулям посмотреть обучение, скопировать код необходимого курса и вбить его в SAP Learning Journey. Если, например, вы сомневаетесь, какой конкретно вам семинар, в какой очередности вам хочется его изучить. Переходим на вкладку. Например, мы посмотрим на примере интеграционных семинаров. Вы можете здесь видеть, соответственно, вашу дорожную карту обучения по очереди, какие семинары в какой последовательности изучать. Также с этого инструмента можно попасть на описание сертификационного теста. Здесь же можно посмотреть, какие семинары входят в тест, какие будут вопросы из этих семинаров. Опять же, как альтернатива, где можно посмотреть необходимое обучение. Переходим дальше. Как вы видите, чем еще удобна эта дорожная карта, что здесь мы смотрим, например, какие материалы нам доступны в SAP Learning Journey, в SAP Learning Hub. Также здесь мы сразу видим, подгружаются обучения из ресурса OpenSup. Это бесплатное обучение, но оно у нас также интегрировано в SAP Learning Journey. Также мы можем искать обучение по сертификации. Если мы, например, планируем или знаем, что нам нужно получить определенный сертификат, мы можем по его названию искать необходимое для нас обучение. Также, если вы хотите расширить свои скиллы, вы можете также посмотреть, какие семинары доступны в этом разделе. Если вы, например, уже профессионал, сертификат у вас есть. Спасибо. Из того, что у нас появилось нового, это обучение по 4 часа в день, по полдня. Эта опция очень удобная, потому что бывает тяжело 8 часов просидеть перед компьютером, например, если вы обучаетесь дистанционно, и еще пытаются усвоить этот материал. И, к тому же, никто не освобождает от рабочих задач. Таким образом, вы можете обучаться либо в первую половину дня, либо во вторую. У нас часто бывает так, что нужно обучить проектную команду, но нельзя же всех людей сразу отпустить с проекта. Поэтому у нас в первую половину дня обучается первая часть команды, во вторую половину дня этому же семинару вторая часть команды. Соответственно, и работа выполняется, и сотрудники обучены, и все хорошо. И также, если вдруг плановые даты семинаров вам не подходят, у нас есть опция «Бежим втроем», где для группы от трех человек мы открываем удобные даты по вашему запросу и проводим семинар, когда вам нужно. Да, помимо открытых семинаров в учебном центре САП мы проводим также семинары и в корпоративном формате. Это групповое обучение для специалистов именно вашей компании. Чем этот формат хорош? Мы индивидуально согласуем с вами сроки и формат проведения. Мы можем адаптировать учебный контент под вас. То есть в этом случае есть возможность комбинации различных семинаров. Мы можем обучить вас как у нас в учебном центре, так и приехать к вам, что, кстати, позволит сократить командировочные расходы. И в этом же формате мы можем проводить семинары с элементами геймификации. Мы сейчас вернемся чуть-чуть назад, чтобы мы рассказали о том, что у нас появилось в новинковой. Да, у нас появились новые воркшопы по подготовке к сертификации. Вернемся немножко к ней. Это однодневные сессии, где наши тренеры могут ответить на вопросы, которые возникли у вас в процессе подготовки. То есть обращаю внимание, что самого материала экзамена не будет представлено на этих сессиях, но если во время подготовки у вас какие-то возникли вопросы, нужно уточнить какие-то нюансы, то все это можно будет сделать на этих воркшопах. На сегодняшний день у нас есть три по FI, HR и ABAP. Но если вдруг есть такая необходимость, если вам интересно и понадобятся такие сессии, то мы с радостью разработаем воркшопы специально для вас. Для этого мы оставили опрос на слайде. Если вы его пройдете, мы будем очень вам благодарны. Он не займет более двух минут. Там вы можете написать темы, которые вам интересны, и вообще считаете ли вы эту историю полезной. И если вы все-таки потом соберетесь на эти воркшопы, то после опроса мы вам подарим скидку 5% на посещение этих самых сессий. Да, также хотелось бы немножко сказать, что у нас полностью обновился наш сайт. Об этом много не будем. Из того, на чем хотелось бы сакцентировать внимание, у нас появились английские семинары. То есть благодаря этому у нас значительно увеличилось наше расписание стандартное. Вы можете учиться на английском языке, при этом вы все равно оформляетесь через нас. На слайде мы оставили ссылку на региональное и общее расписание, на локальное, это PDF-файли, где вы сможете по всем модулям поискать обучение. И как раз-таки ссылку на SAP Learning Johnny в случае, если вы вдруг, правда, вы не увидели, но если вдруг забыли, где она лежит, смогли бы к ней вернуться. Мы очень часто упоминали про дистанционный формат через платформу Zoom. В двух словах немножко расскажем о ней. Ну, мы, в принципе, уже упомянули. Вы можете обучаться из любой точки, вы можете подключаться дистанционно. Из того, что есть интересного и, возможно, удобного, мы можем проводить семинары в смешанном формате. То есть, например, если часть ваших коллег хочет прийти в учебный центр очно, а часть подключится дистанционно, это возможно. Вы, соответственно, приезжаете в учебный центр, кто-то подключается дистанционно, всем удобно, можете обучаться из любой точки, в любое время, экономить на командировочных расходах и все равно получать знания. Да, если у вас остались вопросы касательно этого формата, вы до сих пор не знаете, хотите ли вы учиться очно или дистанционно, вы можете отправить нам запрос, наши контакты будут в конце презентации, и мы обязательно устроим для вас ознакомительную инфосессию, чтобы вы смогли принять решение, понять вообще, насколько вам удобен этот формат. Те, кто учились у нас в учебном центре САБ, знают, что наши семинары часто содержат много теорий в себе, а так как специалисты, вы там опытные, например, вам требуется, возможно, много практики. И как раз на этот случай у нас есть семинары САБ «Хендзон Леоннинг». Вы на них приходите, после короткого теоретического выступления вы погружаетесь в работу с системой, которые заключены на прогоне основных бизнес-процессов и, соответственно, практикуетесь самостоятельно. Естественно, на протяжении всего семинара вас ждет поддержка тренера, он будет отвечать на ваши вопросы. Как я говорю, эти семинары подойдут для опытных специалистов, и на слайде мы оставили практикумы по разработке АБАП. У нас, конечно, есть и другие практикумы по финансам и по контролингу, но мы взяли на себя такую инициативу и решили, что вам, возможно, будут интересны именно эти. Всем известно, что самая эффективная форма обучения смешанная. Как раз-таки эту задачу позволяет нам решить наша платформа SAP Learning Hub. Это обширная онлайн-библиотека знаний, где вы можете учиться самостоятельно по учебным материалам, по электронным семинарам. Например, обычно вы можете приходить в учебный центр SAP Learning Hub, вы учитесь самостоятельно. Там презентации, материалы. Также у нас там существуют виртуальные комнаты. Если вы, например, прошли какое-то обучение, вы можете задать вопросы тренеру, либо пообщаться с другими участниками. Из того, что появилось нового, в подписке Professional Edition появился бесплатный доступ к тренингам и системам на 60 часов SAP Learning Access. Вы можете потренироваться в своих знаниях. И если, например, вы не знаете, что такое SAP Learning Hub, вы с ним не знакомы, никогда не видели, но очень хотите, то у нас есть бесплатный пробный период на 14 дней, триал-доступ, где вы можете ознакомиться с интерфейсом системы, посмотреть, как это работает. Или же, если вы чего-то не поняли, или вам не понравилось, или вы не хотите узнать подробнее, то мы можем провести для вас сессию, где мы продемонстрируем систему и все покажем. Здесь мы оставили основные заметки с SAP Learning Hub. и, соответственно, вот вы выбрали формат, подготовили себе уже карту обучения, и если вы один сотрудник хотите обучиться от компании, например, обучиться с нуля или развить свою экспертизу до какого-то неимоверного уровня, для вас самым интересным и выгодным предложением будет абонемент Education Flight Rate. По сути, это как абонемент в бассейн. Вы его покупаете один раз и можете ходить безгранично на наши семинары. На очные, на дистанционные. При этом есть одно условие, что семинары должны быть подтверждены, то есть должна быть собрана группа. Помимо этого, в этот абонемент включен Learning Hub на 12 месяцев, доступ к тренинговым системам и еще также входит попытка на 6 сертификаций. То есть вы можете сдавать их несколько раз. Срок этого абонемента 12 месяцев. Да, у нас был недавно классный кейс. У нас есть клиент, который купил 3 абонемента Flat Rate на трех человек, соответственно. И вот как раз эти участники наших семинаров, они пользуются всеми нашими опциями, которые только есть. Они учатся у нас дистанционно, по полдня, используя абонемент Flat Rate. Мы разработали для них индивидуальную программу обучения, поэтому они используют опцию «Бежим втроем». У них свои даты, они не подстраиваются под наше общее расписание. И вот они уже готовятся к сертификации. У них сейчас заканчивается абонемент. Мы очень хотим, чтобы они успешно все сдали, потому что они в течение года к этому готовились. Поэтому это очень классная, на самом деле, штука. Но если, например, у вас есть... Вы понимаете, что у вас много сотрудников, которые вам нужно обучить. У вас большой объем обучения. Вы понимаете бюджет, который вы готовы потратить на обучение. То у нас есть целых два варианта. Это абонемент Sub-Education Preferred Card или P-Card, коротко мы его называем, и корпоративный абонемент Sub-Education Plus Package. Они схожи тем, что доступны семинары в классе, доступны семинары в корпоративном формате, доступ к академии. Отличаются они тем, что Sub-Education Preferred Card это предоплатный абонемент. То есть вы заключаете договор, оплачиваете и можете обучаться. И Education Plus Package это абонемент с возможностью постоплаты. То есть вы заключаете договор на определенный объем обучения и можете оплатить его потом. В обоих вариантах при определенном объеме обучения вы получаете скидку. Если же все равно у вас остались какие-то вопросы по формированию программы, мы сделали такую новую опцию как координатор учебных программ. Не всегда клиентам удавалось вовремя реализовывать свои намеченные цели по обучению, и поэтому этот человек помогает как бы это сделать. Он всегда сможет вас вовремя проинформировать об открытии новых дополнительных дат, об акциях, которые планируются, ответить на все возникшие вопросы, которые у вас возникают в процессе обучения, по договорам, по очень многим вопросам. И вы всегда сможете вовремя все успеть и обучиться. И что самое главное, у вас будет единое контактное лицо, не нужно будет писать разным людям. И процесс вообще взаимодействия координатора и вас выстраивается индивидуально, исходя из ваших пожеланий. Далее мы оставили в презентации наши ближайшие семинары по тем семинарам, которые, мне кажется, вам будут полезны, по интеграционным технологиям. Также мы добавили дорожную карту обучения, про которую мы так много говорим, но так не удалось ее показать. Будем очень рады, если вы ознакомитесь с ними. По Fiori, по BAP, GRC семинару. Да, и также мы взяли на себя смелость оставить вам ссылку на наши абсолютно новые семинары, потому что вот то, о чем говорила Мария, все эти семинары вам, ну, возможно, известны, может быть, вы их проходили, они есть в нашем расписании давно. Это семинары по технологиям SAP, абсолютно новые, которые появились только в этом году. Мы не будем подробно про них рассказывать. Если вдруг вам будет интересно, то мы дополнительно расскажем подробнее по запросу. Но надеемся, что для вас они будут полезны и интересны. Из дополнительных приятных опций мы хотели бы рассказать то, что у нас есть референциальная программа. Если вы являетесь рефклиентом, вы можете проводить различные мероприятия и получать бонусы за эти мероприятия. Эти бонусы можно потратить как на SAP-консалтинг, так и на обучение у нас в учебном центре SAP. Если вы выбрали обучение, здорово, мы вас ждем. Один день семинар будет стоить вам 500 баллов. Также у нас продолжает действовать уже довольно долго скидка на раннюю онлайн-регистрацию. За 30 дней более до начала семинара инструкцию мы также оставляем на слайде. Пожалуйста, если вы выбрали себе обучение, не забывайте пользоваться этим таким, хоть и маленьким бонусом, но все равно мне кажется приятным. Да, мы всегда стараемся поддерживать знания наших клиентов в актуальном состоянии, поэтому ориентировочно раз или два в месяц мы проводим бесплатные вебинары. Также у нас есть бесплатный обучающий ресурс OpenSAP, на котором вы можете получить полноценное обучение на английском языке. Следите за нашим расписанием, подключайтесь, мы всегда очень рады, когда вы это делаете. Да, помимо наших ежемесячных вебинаров, мы проводим раз или два раза в год большие форумы совместно с нашими клиентами и партнерами. В прошлом году во время пандемии мы впервые проводили это в дистанционном формате, был большой форум SAP Learning Experience, у нас осталось очень много классных материалов, которым мы обязательно с вами делимся, вдруг вам будет интересно ознакомиться с клиентским и партнерским опытом обучения на разных стадиях проекта. Записи и материалы доступны по ссылкам. Да, ну и под конец мы оставили для вас полезный ресурс, где есть информация о наших расписаниях, про различные академии, про сертификацию. Все это собрано в одном месте, чтобы вы могли это быстро найти и не терять. И в конце мы оставили наши контакты, если вдруг у вас возникнут вопросы, пожелания по программе обучения, какая-то помощь, то вы всегда можете к нам обратиться, мы будем очень рады вам помочь и вас поддержать. Большое спасибо за внимание. Мария, Ирина, спасибо. Пока не уходите. Может быть, у кого-то есть вопросы? Я пока свой вопрос задам. Вот классно, что появилась опция, что можно на английском языке послушать те курсы, которые в России не читаются. То есть в чате часто задают вопрос, я хочу по Java, Java 400 послушать. Эта опция вообще насколько популярна? К вам часто обращаются? И насколько сложно ее оформить? То есть если, допустим, я захочу Java 400 послушать, расписание, где… Во-первых, расписание какое мне надо взять глобальное, чтобы понять, когда его читают? Кто будет отвечать? Смотрите на сайте, там, где вы увидите код семинара, вы зайдете, найдете конкретный семинар, который вы хотите послушать, будет сразу показано расписание и локальное, там будет прямо написано Russian или RU, и глобальное, будет просто написано English или, ну, сокращенно, вот, и вы выбираете дату, она будет там указана, и вы можете оформить обучение через нас, то есть вы отправляете нам заявку или можете онлайн зарегистрироваться, обучаться будете, подключаться дистанционно именно к глобальному семинару по вашей теме. Да, вот это вот как раз вот я и хотел услышать, чтобы простота оформления для покупателей, для тех, кто заинтересован. Может быть, да, вот сейчас передам микрофон. Да, и опция, кстати, в последнее время, правда, стала очень популярной, много людей у нас учатся именно на английском языке. Да, добрый день. Вот у меня вопрос по сертификации, удаленной именно, да, вот какие условия удаленной сертификации, например, из дома, там, если я сдаю, может быть, есть требования, там, видео, качество связи, потому что, ну, вот удаленно, понимаете, вдруг я там друга позвал, и он вместо меня сдает, да, там, как вот, какие требования? Давай я отвечу. На самом деле все очень просто. Друга вы не сможете позвать, потому что за вами будет наблюдать специальный человек, вы включите камеру, у вас ничего не должно быть лишнего на столе, поэтому вы будете сдавать под контролем. Конечно же, нужен хороший интернет, чтобы связь не оборвалась. А, в принципе, из требований это, наверное, все. А камера одна нужна или две? Камера нужна одна, потому что сначала вы подключаетесь, показываете комнату, в которой вы сдаете, мало ли, у вас там чуть выше ответы на тестирование, вот, и в течение экзамена с вами будет наблюдать англоговорящий проктор и контролировать ваш процесс сдачи. На самом деле там еще ставится специальный софт, который контролирует открытые приложения, это получится, ставится еще и ура уже такой освещенный, чтобы ничего не было лишнего рассмотрения. Да, спасибо большое за это дополнение. Понял. А если у меня там соединение прервалось, или я там посмотрел глаза в сторону, там отвел, вот это все тоже может быть. Вот, просто для сравнения, есть, например, экзамен по IT, удаленный, там прям вот требования, там никакого шума, там вас дрель засверлило, кот мяукнул, и все, прям вот экзамен завален. Вот здесь, насколько строго вообще все это? Тут, мне кажется, все равно играет еще какой-то человеческий фактор, но я знаю, что довольно строго у нас проходят все сертификационные тесты. Но если вдруг вы глаза отведете, то ничего, никто не расстреляет, все хорошо. Не настолько жестко. Насколько проктора тяжело понять? Он же по-английски там что-то будет говорить, да? Да, разговаривает он по-английски. Это индус обычно будет или кто? Ну, по-разному. Серега, ты не помнишь? По-разному. Сложно понять все там просто. А нужно еще назвать там, по-моему, паспортные данные. Илья, дай, пожалуйста, микрофон Сереже, чтобы все слышали. Сергей, расскажи о своем опыте сдачи сертификации в таком формате карат. Да, попробую вспомнить. Это было год назад. Выглядело примерно так, да. Все, садишься за стол, ставлю, наверное, лишь софт, который необходим. Там это все описано в гайде. После этого к вам, ну, общаешься с проктором. Он говорит, покажите ваше удостоверение, что это вы на самом деле, а не кто-то другой, кто уже, возможно, сдавал этот экзамен. И, да, осматривается вся комната вокруг, где находится. Просит, как бы, чтобы там закрыть двери, чтобы все экраны были выключены, если они есть в помещении. И, собственно, начинаешь как бы тест. И за тобой, как бы, да, смотрят. Ну, и если вдруг как-то там какие-то лишние движения, там за стола нельзя вставать. То есть тебя об этом сразу могут предупредить, что вы нарушаете правила. Но как бы такого, что там отвело глаза или что-то такое, не зачистено. Нет, такого, конечно, наверное, нет. Спасибо большое. Еще вопросы? Очень интересно. Сейчас, минуту. А если фотография в своем паспорте сильно уже отличается, как убедить? Нужно хотя бы водительское удостоверение подойдет, что показывает, что здесь фио такое же, и все хорошо? Я думаю, как вариант точно может сработать. Почему нет? То есть два нужно. Ну, вообще, по идее, конечно же, паспорт – это в первую очередь. Но я думаю, если там сильно отличается фотография, вам поверят. Но если я водительское удостоверение ему дам, он покажу еще дополнительно. Там фотография актуальная. Но так можно будет? Да, конечно. Я думаю, что можно. Конечно, мы не можем говорить за каждого проктора отдельно, который будет наблюдателем на этом экзамене. Но я думаю, случались разные кейсы, и в этом случае тоже можно будет разобраться. А в случае отказа? Ну, сказали все, это не вы, и прекратили экзамен. Потом разбираться уже… Ну, мы в любом случае будем с вами на связи. У нас человек есть, который отвечает конкретно за сертификацию. Если вдруг какие-то вопросы или такие необычные ситуации, вы сможете ей позвонить, и будем уже тогда на месте разбираться. Да, то есть если проблема возникнет именно в том, что у вас отличаются фотографии, то мы точно сможем решить этот кейс. Мы вас не бросим, обязательно поддержим со своей стороны. Еще вопросы? Тогда, Мария, Ирина, спасибо большое. Эта презентация, вы нам ее предоставите, мы ее разошлем. И тогда к вам все вопросы более детальные, видимо, пойдут. Хорошо. Спасибо. 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 Спасибо большое.